привет друзья меня зовут лошкарев андрей это проект все по уму настройки я продолжаю освещать тему свайно-винтовых фундаментов мы разбираем разные ситуации их применения и сегодня я вам расскажу и покажу как поднимают дома когда нужно поднимать дома дома нужно поднимать тогда когда они собственно упали на землю или вот-вот упадут это происходит в том случае если фундамент под домом либо развалился либо просто-напросто провалился в грунт а есть еще одна ситуация когда фундамент сделан не совсем правильно и дом во время зимнего пучения гуляет да а летом когда наоборот грунты у нас мягкие дом не за там проваливается вот если вот это все происходит с домом это грозит ему разрушением и фундамент нужно заменить чтобы фундамент заменить нужно этот дом поднять сегодня я приехал в садоводство я нахожусь сейчас садоводстве садоводческое товарищество в 60 километрах от санкт-петербурга ленинградской области ну и внешний вид садоводческих товарищей я думаю всех везде в россии одинаков и существует такая проблема вот со старыми домиками даже вот с отремонтированными но старыми домиками здесь тоже фундамент менялся вот значит герой нашего сегодняшнего выпуска вот такой маленький домик зеленый размером 5 на 5 его недавно приобрел новый владелец и образовалась такая проблема что домик стоит на кубиках я вам сейчас дальше покажу кубики во первых зимой дом начинает гулять летом он начинает проваливаться и снизу дом начинает сгнивать вот и соответственно стоит какая выбор какой у владельца либо этот домик вообще снести и построить новые либо как нашем случае было принято решение заменить фундамент маленько там подделать подремонтировать домик чтобы приезжать на лето на выходные на дачу и так на чем этот домик у нас стоял здесь вот выкопано видно хорошо как видите деревянный домик на деревянном брусе а брус у нас стоит на вот такой вот бетонном кубики все кубик просто углублен землю где-то сантиметров на 30 все вот такой фундамент он оказался ненадежным поэтому его было принято решение поменять как же под домом заменить фундамент сделать фундамент шаг номер один дом необходимо поднять шаг номер два сделать под ним фундамент но как вы понимаете свайно-винтовой фундамент прям под самим домом не сделать вы же видели как эти фундаменты делаются то есть своя закручивается то есть чтобы под этим домом сделать свайно-винтовой фундамент обычный нужно его поднять я не знаю метра на два чтобы люди спокойно под ним закрутили свои тогда его можно опустить соответственно это невозможно и применяется следующая технология максимально близко к дому закручиваются свои устанавливаются винтовые свои с одной стороны дома с другой стороны дома свои подрезаются на свои укладывается двутавровая балка и дом опускается на вот тут на двутавровую балл для нашего случая применяются но это зависит от грунтов от самого дома в нашем случае применяются стандартные два с половиной метровые винтовые свои и двутавровая балка и в итоге у нас должно получиться нечто подобное но сейчас друзья вам расскажу как это происходит по жизни итак у вас например вот такая ситуация с домом дом может быть разного размера в принципе наверное ограничение нет хотя есть ограничение по двутавровой балке она бывает размером до 12 метров и если дом совсем большой то там конечно будут сложности его поднять целиком и так далее ну в общем у вас есть вот такая ситуация вы хотите заменить фундамент с чего все начинается вы звоните в компанию и к вам приезжает человек который делает пробное бурение то есть определяет какие сваи вам нужно будет закручивать второе он смотрит что у вас находится под домом грубо говоря смотрит на несущие балки который на которых у вас держится сам дом как они направлены потому что от этого зависит как будет подкладываться двутавровая балка в каком они состоянии и так далее в общем смотрит что у вас под домом он это все там фото фиксирует фиксирует на бумажке возвращается в офис и делает проект проектное решение для вашей ситуации все и на основании вот этого проектного решения делается смета например вы согласны переходим ко второму шагу а к вам уже приезжает строительная бригада со всеми инструментами с винтовыми сваями с двутавровой балкой с домкратами которыми они будут поднимать дом и начинается собственно работы первым этапом закручиваются сваи вокруг дома выкапываются ямы то есть сваи закручиваются стандартным способом единственное у нас есть ограничение то что сваи находятся очень близко к дому и когда ребята закручивают свою вокруг сваи не побегаешь не покрутишь им приходится вот такими небольшими движениями с небольшой амплитудой аккуратно закручивать свою понятно что таким способом свая закручивается гораздо медленнее чем когда свая находится просто посреди участка ну тем не менее здесь свои не так много вот в данном случае их 6 и ребята вот за сегодняшний день у них стоит задача закрутить вот эти шесть свои свои должны быть закручены единой линии ну чтобы это просто аккуратно выглядела вот здесь хорошо видно итак первым шагом закручиваются свои вторым шагом дом поднимается сейчас пока что еще ребята не закончили закручивать свои поэтому как поднимается дом я вам покажу чуть позже но пока у меня есть время давайте я вам расскажу про ценообразование потому что ценообразование таких фундаментов есть небольшие нюансы значит в данном типе фундаментов самая дорогая штука это двутавровая балка собственно от ее количество и зависит стоимость итоговая стоимость такого фундамента с двутавровая балка такая история она продается 12 метровыми холостами то есть одна балка идет 12 метров конечно можно ее купить и меньше но это будет значительно дороже поэтому например вот у нас здесь фундамент 5 на 5 и для него применяются 6-ти метровые двутавровые балки то есть у нас как раз чуть-чуть вот свои стоят чуть дальше дома и общая длина двутавровые балки 6 метров всего у нас получается их три штуки по 6 метров купили две штуки по 12 разрезали их пополам одну штуку компания оставила у себя и поэтому денег с заказчика не взяла но если бы здесь небольшой обрезок оставался то конечно бы он бы был бы не знаю там подарен заказчику он никому не нужен хочу сказать следующее что если ваш дом вот например если бы этот дом был бы не 5 на 5 а 6 на 6 то двутавровая балка нужна была бы уже 7 метров и получается что от 12 метров мы 7 метров отрежем и у нас остаются 5 метров и никому не нужные куски и за них клиент платит он может их забрать себе может сдать на металлом в общем клиент за них платит и поэтому в зависимости от размеров дома стоимость фундамента начинает отличаться кардинально то есть вот этот вот дом 5 на 5 этот фундамент который здесь будет сделан в итоге стоит 73 500 с работами с материалами совсем если бы этот домик был бы 6 на 6 то из-за того что пришлось бы много обрезков двутавра оставить стоимость бы фундамента значительно выросла бы и было бы там в районе 100 тысяч рублей наверное это основной нюанс стоимости таких фундаментов вот эти вот двутавровые балки обрезки с ними и так далее также если например не обвязочный брус ну или несущие балки на которых стоит дом сгнили то и выдержать дом не смогут ну выдержать подъем дома не смогут да вообще не требуют замены также стоимость фундамента увеличивается на их замену данная компания она и заменяет и деревянные балки тоже в этом доме деревянные балки в хорошем состоянии поэтому замена они не требуют и здесь чисто вот 6 свай и 3 глутавровые балки и в итоге у нас получается вот такая небольшая цена вместе с подъемом дома со всеми работами со всеми материалами 73 500 так друзья сейчас 16 часов 00 несмотря на то что у меня тут на камеру выглядит вроде как светло у нас здесь стремительно в питере темнеет только что привезли домкрат и ребята сегодня успеют только закрутить свои и начнут подготовку мест под домкрат и чтобы поднять дом в общем как будет подниматься дом как будет устанавливаться 2 tower это я вам покажу завтра во второй серии думала снять все сегодня но сожалению световой день очень маленькие а с прожекторами ребята там вот под домом работать не могут ну это никому не нужно в общем завтра будет продолжение завтра я сниму вторую часть но сейчас завершение я бы хотел вам показать один из примеров того как делается результат так сказать подъема дома на свайно-винтовой фундамент вот у меня за спиной я сейчас развернусь покажу вам поподробнее дом 9 на 9 делался он три года назад какова история этого дома значит дом состоит из двух так сказать двух домов один сделан из бревна другой сделан из бруса все это было сделано на ленточном фундаменте он видите он внизу остался на ленточном фундаменте ну и соответственно на обвязочном брусе вот он первый венец обвязочный брус дом за шесть лет низ полностью сгнил то есть вот сейчас дом в таком состоянии это значит на момент установки фундамента свай его было шесть лет плюс три года прошло девять лет вот за девять лет вот такое такой дом превратился у нас брусовой дом не знаю может его не обрабатывали но выглядит он конечно стрёмно короче три года назад в компанию обратилась обратился заказчик с какой проблемой полностью сгнил весь низ и все полы просто в ноль все нужно было что-то решать менять венцы и собственно поднимать дом потому что здесь очень сырое место ну и свайная компания предложила такое решение на двутавровых балках на винтовых сваях приподнять дом ну и вот в таком виде его оставить как вы видите здесь применено достаточно сложное решение так как дом длинные а я вам говорил что двутавр бывает 12 метровые его нужно каким-то образом вот еще то есть он 12 метров еще и не может выдержать весь дом нужно еще какие-то подпорки делать очень смотрите с одной стороны дома сделаны завинчены свои с другой стороны дома с той стороны тоже завинчены свои я к сожалению могу зайти на участок хоть здесь так замка нету но разрешение мне просто не было дано ходить по участку в общем снимаю из-за забора соответственно двутавр как вы видите тоже не просто пущено сквозь сквозь дома а имеет еще и усиление плюс еще в самом доме внутри за закручены были свои то есть там полы все сгнили полы убрали и закрутили свои внутри дома то есть еще в центре дома есть свои на которые опирается двутавровые балки и вот уже три года стоит объект никаких жалоб от заказчика не поступало все всем довольны вот такое решение стоимость этой реконструкции составила в районе там 190 тысяч но это было вот три года назад здесь полностью менялись венцы и была сделана сложная конструкция из двутавра и собственно свай ну все друзья на этой ноте я заканчиваю сегодняшнюю серию завтра будет продолжение с вами был андрей лошкарев до скорых встреч пока а а а Продолжение следует...